Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сегодня 7 июня. Лето вступило в свои права. Наступила даже буквально жара после обильных продолжительных дождей. И розы приняли достаточно презентабельный вид. Очень мы волновались, надеялись. Но, слава богу, этот момент наступил. Некоторые, конечно, еще догоняют других. Вот мой Бенджамин Бриттен наращивает небольшие побеги. Реагирует на янтарин, слава богу. Но не обошлось и без потерь. После этих продолжительных дождей, почти, наверное, в течение уже даже двух недель, у меня пропала еще одна розочка. Чарльз Ренни Макинтош. Она была такая слабенькая. И, в общем-то, маленькие, молодые побеги у нее все-таки, то ли от дождя, то ли, в общем, не знаю от чего, завяли, увяли. Ну и опять осталась так называемая кчерыжка. Ну, будем надеяться и будем запоздало ее спасать. Но, тем не менее, в основном розы выглядят действительно неплохо. А последнее видео, которое я снимала по розам, это видео было в последний день весны. Я делала обзор, розы выглядели еще не очень хорошо, вот, было волнительно. И я показывала препарат, который я купила на опробу, назывался он Экогель. Недорогой препарат, который служит реаниматором растений с фунгицидными свойствами. Я опробовала этот препарат и все свои розы обработала по листовой пластине, опрыскала. Вот, и что хочу сказать, после этого была вот неделя дождей, опять же, тех же затяжных. Вот, и, ну, можно было бы, конечно, ошибиться, сделав вывод, что вот так подействовала на розы все-таки влага, которая в достаточном количестве пролила розы, либо этот препарат. Но у меня в прошлый выходной была одна роза, которую я вам не показывала, но не показывала ее по каким причинам. Я сама не очень поняла, что с ней произошло. Сейчас я к ней подойду и покажу ее вам. Вот эта роза, это Остинка, Граунд принцессы Маргарет. Дело в том, что в прошлый выходной я увидела, что у розы практически все листочки были такого бело-желтого цвета, оттенка. Вот то, что я вам показываю сейчас, это буквально какой-то краешек, это буквально совсем чуть-чуть. А в прошлый выходной она была вся вот такая какая-то, ну, я не знаю, пегая. То есть, понимаете, вот сейчас это, что называется, ни о чем. Так вот, я понимала, что розе либо не хватает железа, ну, либо что-то, в общем, что-то нужно было делать. Но четкой ясности у меня в этом смысле не было, поскольку никогда у меня розы так не выглядели, не было желтых листочков, обработать было ее нечем. И я ее, как и все остальные розы, обработала вот этим эко-гелем. Когда вот мы приехали на этот выходной, то есть я готова была что-то предпринимать с этой розой, но дело в том, что она меня порадовала. От этих желтых, бело-желтых листочков, ну, в общем-то, практически ничего не осталось. Ну, то есть какие-то, какие-то остатки былой роскоши. То есть, вот я почему хочу сказать, к чему. Я сделала вывод, что вот этот эко-гель, он все-таки дал этой розе что-то, что-то, то, что ей нужно было. Сказать, ну, прямо, я не очень понимаю, если это недостаток железа, но препарат, вроде бы, не железосодержащий. В общем, короче говоря, эко-гель, на мой взгляд, это вполне неплохое средство, которое заслуживает внимания. На своей заставке к этому видео я как раз помещу картинку этого средства. И если кому-то из зрителей будет интересно, они могут посмотреть и взять на вооружение этот, в общем-то, недорогой, но вполне эффективный препарат. На мой взгляд, он вот заслуживает какого-то внимания с вашей стороны. Ну, и с моей, естественно. Так что я его буду иметь в виду и буду им, если это будет нужно, пользоваться. Так. Дальше хотела сказать, что с Ваерозой, поскольку у меня тут очень много травы, я перекапывала все это, насколько это возможно. И дело в том, что удобрение, которым я пользуюсь в начале сезона, пролонгированного действия, немецкое удобрение комплексное, я на самом деле ничего не обнаружила в земле. Обычно этим удобрением я пользуюсь всего лишь один раз в сезон, а дальше я пользуюсь органикой. И это удобрение, которым я пользуюсь, оно, как правило, бывает даже на следующий сезон весной я нахожу гранулы в земле. То есть, почему я пришла к такому выводу, что моим розам вполне хватало и такого единовременного, единовременной подкормки этим удобрением. Но в этот раз, после ливней, видимо, оно все растворилось и, в общем-то, ничего от него не осталось. Поэтому я с Ваерозой, чтобы не подкармливать их под корень еще раз минералкой, подкормила их конским навозом. Ну, дала им, скажем так, азота, жидким конским навозом. А по листу я обработала их тем же комплексным удобрением фертика. Купила его в Ашане. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, напомню, то самое мое любимое, используемое более, наверное, 10 лет удобрение от фирмы Гринвулт, долгодействующее. Удобрение с магнием. Состав его 10 азота, 10 фосфора, 18 калия и 2 магния. Вот, повторяю, что им я пользуюсь один раз за сезон. Но в этот раз, перекапывая розы, в общем-то, вижу, что его уже как бы в помине нет. Поэтому обработала фертикой по листу, которая тоже, на самом деле, очень неплохой состав у нее, я почитала. 8 азота, фосфора 7,8, калия 11, магний 1,3, ну и плюс еще всякие элементы. Сера, бор, медь, железо, марганец, молебден, цинк. Ну, в общем, все, что необходимо. Одна ампула растворяется в 5 литрах воды. А у меня вот одной ампулы хватило на все розы. Порядка 70 штук. Ну и вот жидкий конский навоз под корень, поскольку азот еще не помешает. Розы все еще набирают листовую массу. Вот, так что их еще вполне-вполне можно кормить всякими натуральными азотистыми вещами. Настоем крапивы, либо любой другой травы, вот, либо конским навозом. Ну вот, все действия за этот выходной, так что посмотрим, что будет еще через недельку. Ну, в общем-то, сейчас уже все вполне так оптимистично по сравнению с тем, что было этой неспокойной весной. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.